Как я давно этого не делал, кошмар. Как будто вечность прошла. Всем привет, дорогие друзья. У нас несколько недель не выходили новые выпуски, разборы. И это связано с тем, что на предыдущей студии просто не было времени для съемок. Из-за чего мы все дружно посвящались и пришли к решению, что мы немножечко сменим обстановку. Поэтому, как вы сами видите, мы находимся уже в другом месте. Мы находимся на Hendrix Studio. И теперь все наши выпуски, как и разборы музыкальные, как и каверы, как и видеоблог наподобие Emotions, все будет выходить именно здесь. И я рад вам сообщить, что времени для съемок теперь у нас больше. Поэтому пауз не будет. Даже, скорее всего, у нас будет выходить намного больше видео, чем выходило до этого. Также мы начали снимать новый проект при участии известных гитаристов, который вы совсем скоро увидите на нашем канале. Подписывайтесь, не пропустите обязательно. И рад вам сообщить, что стартанул наконец-таки конкурс каверов. Отдельное видео о нем есть на нашем канале, оно выходило в среду. Готовьте каверы, конкурс классный, классные призы, все будет здорово. Все описания есть в нашей группе ВКонтакте. Мы ждем от вас действительно достойных, хороших работ. А сейчас давайте, наверное, уже приступим к разбору. Итак, друзья, сегодня мы разбираем бонусом песню Noise MC Egoism. Она у нас где-то в топе на сайте, что удивительно, потому что на самом деле песня очень простая. Она настолько простая, что мы решили не делать никаких каверов, даже не играть под плюс. Все предельно ясно, просто я вам сейчас все это покажу. Итак, есть два элемента песни. Припев и куплет. Они играют с разными аккордами. В припеве, в самом начале собственной песни, мы играем четыре аккорда. Это аккорд соль, аккорд ре, аккорд ми минор и до. Играется она в стиле регги. Вообще, по-хорошему, она играется пальцами. То есть, мы дергаем басовую струну. В данном случае, в аккорде соль, это шестая струна, третий лад. И затем три струны. То же самое с аккордом ре, только мы дергаем пятую струну. Затем ми минор, то же самое на пятой струне. Только с аккордом до мы дважды дергаем басовую струну. Но это можно сыграть и медиатором. Так играется весь припев. Можно, конечно, сыграть так в начальном варианте. Можно сыграть просто на слабую долю, чисто как регги. Если вам покажется, что в одну гитару это звучит довольно-таки сухо, вы можете сыграть это просто обычным боем. Любым, какой вы с вами подберете на слух. Или какой вам захочется сыграть. Так играются все припевы. Здесь нет ничего сложного. В куплетах то же самое, только другие аккорды. Играем мы это дело перебором. Значит, у нас аккорды идут ми минор. Затем ля минор. Затем до. Затем соль и си. Но мы играем перебором. Мы зажимаем аккорд ми минор. И играем с пятой по вторую струну. Просто проходимся. Затем мы зажимаем аккорд ля минор. И играем пятую струну. Третью, вторую, первую. Затем аккорд до. После этого то же самое с аккордом до. Пятая струна, третья, вторая, первая. И вот аккорд соль и си мы играем. То есть с серф-аккордами, что является гармонией. Шестая струна на третьем ладу и четвертая струна на пятом ладу. Затем передвигаем все это на седьмой и девятый лад. И заново. И так далее. Единственное только, по-моему, в втором куплете в какой-то момент, не в конце, ближе к концу, но где-то в середине. Он играет те же самые аккорды, только на слабую долю. В стиле рыги. То есть мы пропускаем первый удар, просто в приглушенном струне, и на слабую долю бьем ударом медиатора вверх. Все. Это, в принципе, вся песня. Если вы будете играть в две гитары, в принципе, вы можете добавить такой небольшой элемент. Там звучат духовые, они играют простые ноты. На двенадцатом ладу первая струна, затем вторая, затем третья, и затем на второй струне десятый и двенадцатый лад. Можно то же самое, в принципе, сыграть серф-аккордными. Это будет аккорд ми. Это будет аккорд ми. Аккорд си. Затем аккорд соль. И затем ля си. Да. И затем ля си. Вот, собственно, и все. Ничего сложного, все элементарно, просто. Песня звучит очень композиционно, потому что там намиксовано много каких-то сэмплов. При этом это даже не электронные элементы, которые там прописаны на пианино. Нет, это обычные сэмплы, которые на гитаре никак не сыграешь. Это какие-то кусочки каких-то старых записей, взятые где-то, неизвестно где, с каких-то там треков. Вот. Она играется вот так вот просто в одну гитару. Подписывайтесь на наш канал, теперь будут постоянно выходить выпуски, их будет много, будет много чего интересного. Подписывайтесь на второй канал, потому что теперь мы приложили все усилия, чтобы Emotions выходил постоянно. Репортажи, интервью, все это будет выходить. Не пропустите. Комментируйте, ставьте лайк, пишите о чем хотите в комментариях, мы все равно все читаем. Нам, собственно, не важно, что вы там напишите, мы это прочтем. Господи, как она вообще будет в топ, она элементарная.